Здравствуйте, в эфире «Арсенал», с вами Владимир Бурко. Просто читал эту информацию, которую мне давали. То, что мне включали на сухлёре, я читал. Продолжим предновогоднюю тему в студии ЧПБАЙ. Когда я объявлял официальные итоги Центра избиркома, вот тогда мне хотелось домой прийти и помыться. Проститутки здесь? Здесь! Овцы здесь? Здесь! Наркоманы? Здесь! Ура! Это всё цитаты нашего президента, и они есть в Ютьюбе. Он говорил, что кукловоды из Польши и Чехии руководят нашими овцами, которые выходят на улицу, наркоманами и прочее. В моей программе, собственно говоря, не было политики. Это чрезвычайное происшествие, обзор криминальных новостей. В пятницу есть итоговый выпуск, и там предполагается появление гостей программы. Частую это был представитель МВД. Но даже общаясь с представителем МВД ныне, для меня переступить через себя. Потому как говорить без эмоций, делать вид, что ничего не происходит, ни один, наверное, белорус, который осведомлён об этих событиях, не может. Вот эта фраза «все всё понимают», она имеет свою силу, есть определённая повестка. Мне было один раз стыдно, это вспоминая прошлые выборы, 5 лет назад, когда я объявлял официальные итоги Центра избиркома. Вот тогда мне хотелось домой прийти и помыться. Всем привет, меня зовут Владимир Бурко, я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь-1». Начну сразу с главного. Я больше не ведущий этого телепроекта. Ушёл сам, не без приключений, но ушёл. То, что мне включали на суфлёре, я читал, особо не пропуская через себя, потому что там не было ничего острого. Наши солдаты, дембельские альбомы, наша армия, учения, победы в международных армейских играх и так далее, и так далее. Эти тексты согласовывались сначала с куратором из Министерства обороны по, соответственно, этой программе. Потом, мне кажется, они согласовывались ещё с кем-то, были какие-то минимальные оправки. Но, мне кажется, 90% всех этих текстов были написаны нашими журналистами. Потом начали первые звоночки. И вот за неделю до моего увольнения одна из информашек была, что Беларуси угрожает извне, что в преддверии выборов мы должны обеспечить безопасность, самое главное, безопасность информационную. Я подумал, что это будет усиливаться, и принял решение уйти. Владимир, нам никто никогда не писал сверху тексты. Никаких специальных секретных установок мы не получаем. И даже сейчас никаких спецагентов в студии рядом со мной нет. Более того, не знаю, не представляю, что в последнее время могло смутить, и стало последней каплей для ведущего. Мы даже не сделали ни одного материала о выборах. Мы про вооружённые силы. Появилось видеообращение сразу после моего обращения. Самое интересное, что это видео появилось, и как только оно было размещено, мне позвонили ребята и за это видео извинились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!